так друзья день добрый как всегда с вами выходным андрей верников обзор выходного дня что мы будем сегодня обсудим нефть обсудим сбербанк акции аэрофлота и поговорим о судьбах тяжелых рубля начнем лирически поэтически часто вижу в скверах ну не только в скверах во дворах людей которыми кормят птичек много среди этих людей кормящих трейдеров инвесторов почему они увлеченно кормят птичек потому что есть старинная примета русская которая говорит чем больше крошек склюет птичка тем богаче станет кормитель поэтому это такой финансовый лайфхак о котором не все знают привлечение денег такой финансовый секрет такой же как например веник перевернут на 108 градусов так что переворачивайте веники и не забывайте кормить птичек сам я на этой неделе птичек не кормил был москве на самой изоляции ну результат не очень хороший по портфелю минус 3 процента напомню что в основном у меня плюс идет от спекультивных операций последнее время спекуляции вообще их не было на срочке просто было много работы нет спекуляции вот так что портфель у меня сейчас медленно идет вниз груженым конечно не на сто процентов там есть немного акций сбербанка обыкновенного и достаточно много акций аэрофлота ладно пускай снижается мы купим по более выгодным ценам ничего страшного вот вопрос который мне сейчас задал тоже андрей как вы можете ожидать ваши ожидания по акциям и доллару на ближайшее время ведь ваше видение успела сформироваться после стольких собеседников так естественно андрей отвечая на ваш вопрос естественно собеседники на меня не очень большое внимание оказывают потому что большинстве своем они не являются осколками кризиса как я по крайней мере осколками двух кризис только я являюсь по моему этих собеседников без ложной скромности вот поэтому они излишне оптимистичны на мой взгляд также я все время говорю что надо торговать не по прогнозам то есть можно конечно торговать по прогнозам но какое-то не очень большое количество позиции оно базово это все-таки торговые моменты что я думаю по рынку краткосрочные долгосрочные я уже говорил растону мне не стыдно еще разочек сказать но небольшая прям была перед этим многие мои прогнозы вызывают протесты слушателей я например не согласен с тем что о чем говорит алексей бачеров о том что нас будет сытый кризис то есть при умелом управлении страной такой как россия с богатейшими ресурсами людскими природными конечно у нас бы был бы сытый кризис у нас яма демографической какой безработицы но протекущем управлении с этого кризиса уже не будет я подозреваю всякие хлебопекарни салоны красоты да и автозаводы наверное умрут значительном количестве туризм сдохнет наполовину то есть при избрегательной модели потребления которые мы сейчас приходим и которые еще даже многие не осознали к чему придем мы выйдем на работу работы нету мы сейчас отсечем все ненужное и будем покупать картоху и все что нужно для физического выживания но я говорю мы это не все мы в божестве своем мы как бы придется нам затянуть пояса не так кажется вот исходя из этого можно вот этот мой прогноз а вообще каждый готов слышать только ту информацию которая подтверждает его собственные выводы это конечно не моя мысль но я это вижу человек купил квартиру например в ипотеку в москве на 14 лет женился и вдруг верниках прогноз что через десять лет москва будет не лучшим местом жизни в россии а человек ну точно не работая безопасности а человек там уже считает что вот москва медом намазано он сделал ставку он впрягся в эту ужасную совершенно ипотеку и человек это слышит неприятно конечно неприятно против шерсти он пишет всякие мне вещи что у меня проблемы с психикой какие-то проблемы не в личной жизни на бате это психиатру вот так что каждый готов слушать только что он готов слушать так что надо розовую воду пускать шлюз с розовой наклейкой зеленую воду в шлюз зеленой наклейкой все будет нормально так что завидовать а чего завидовать я в москве живу но у меня и люди нету москвичам платят много за то что кремль если кремль московской перенести в другой город москвичам будет платить мало ну соответственно и налоговые агенты будут вот вот так что москвичам платят много чтобы не бузили какие могут быть у меня иллюзии но никого не буду я особо своей точки зрения убеждать еще один аспект андрей еще один аспектик вы все-таки наверно не поняли что надо торговать по торговым моментам и по прогнозам да вот прогнозы могут быть веселые не очень веселые кстати у меня прогнозы достаточно грустные они сейчас плохо могут отразиться на моей карьере пагубно потому что индустрия она не очень заинтересована в таких как я им нужны аналитики заманивающие на фондовый рынок постоянно у этих людей есть апсайды какие-то шикарные мне уже говорили со мной что я был помягче помягче в суждениях и выводах андрей вот так что индустрии нужно чтобы аналитики были более оптимистичные у меня андрей куплен акции аэрофлота по прогнозам этого с меня пока хватит остальные у меня будут конечно по торговым моментам по рынку я жду что он обнулится перспективе трех лет честно скажу скорее всего он обнулится думаю что будет некий распад да то что я скажу это не является является плодом моего больного воображения конечно будет распад государства собственно не прекращался в девяносто первом году был первый акт сейчас будет очередной акт думаю что северокавказские республики точно вот но есть риск отделения например татарии саха якутии тывы башкирии вот но это опять это плод моего больного воображения наверно плохо спал сегодня что касается клея ну клей который в каждой республике он это понятно что это такое наличие общих интересов общая история наличие большого количества русских общая ткань культуры ну что касается культуры общей тут совсем плохо совсем все очень плохо интересными общими тоже не ладятся письма мне шлют я калининградец я здесь живу я работаю по всей стране и я могу сравнивать калининград привык ориентироваться на польшу и литву вы представьте какое письмо замечательное слава бога из пока мне из ладика не пишут берегут мои нервы из ладика наверно тоже могут написать так подобное письмо вот это вот об общей ткани интересов так что ждем обнуление как только будут северокавказские отделяться то риск сепаратизма он он будет заложен в котировке акций и они обнуляться также есть штука называется предел собственности а он уже на подходе то есть старый политический цикл он заканчивается и вот уже самые простые люди может быть учителя выпускают ролики что нужно задержать богатых разобраться откуда деньги вот например павел ионов учитель к блогер у меня претензий нет он всего лишь выражает он выражает мнение все вот он да он об этом говорит кстати он такой немножко наивный блогер считает что у богатых людей нет джетов вот есть у них джеты порядка 180 джетов которые только здесь зарегистрированы в россии бизнес джетов ну и два раза больше которые принадлежат нашим чиновникам вот олигархам но они зарегистрированы не в россии соответственно порядка 500 600 бизнес джетов и если павел ионов там выпускает видео о том что карантин это хорошо никто от нас не ускользет не ускользнет павел ты просто не в теме что запрета авиаперелетов это не до всех все улетят в настанет момент все эти группы улетят на бизнес джетах ты просто этого пока не понимаешь а будет так на практике конечно будет так по такими хорошими лозунгами что нужно присмотреть итоги приватизации одна группа легать олигархов будет отжимать собственности другой группы олигархов вот ну и а лозунги будут самые справедливые ну кто помнит историю юкоса 2003 год то есть это как раз примерно раз 20 лет идет смена политической формации чтобы мы дальше не делали коронавирус не коронавирус это неважно это объективный процесс поэтому в целом в акции и облигации можно вкладывать деньги конечно но процентов 15 но максимум 20 то что не страшно потерять некая такая рисковая часть если бы я планировал бы строить дом я бы наверное купил бы блоки бетонные кирпичи мне кажется это защита лучше от инфляции катаклизмов но я вот не планирую строить дом так что к тому же как ты складируешь эти стройматериалы ты привязываешься к какой-то точке локации и это связывает руки ты около горы кирпичей сидишь подымаешь голову наверх видишь на тебя летит огромная авиационная бомба а ты как дурак стоишь привязан около горы кирпичей ничего делать не можешь и думаешь какой я дурак надо было купить шишигу газ-66 консервации с кунгом или сделал 131 набить этот кунг консервами и мотанути куда-нибудь из москвы а вот я сейчас вот как дурак стою около горы строю материалов теперь андрей ближе к делу краткосрочно этот год я думаю что котировки снизятся скорее всего перебьют мартовские минимумы хотя не все акции растут мы видим да даже скорее всего не только даже сискать и сильно перебьют и там это возможно будет некий ложное пробитие возможно это будет некий элдоровский момент на покупку и люди купят и заработают 40 процентов годовых если без причин процентов 80 если с плечом 2 так что часть средств мне кажется надо аккумулировать час на эти осенние покупки вот но это не никак не противоречит с концепцией обнуление рынка до обнуление рынка как раз наиболее такие удачливые люди смогут получить 40 процентов годовых на этом пробитие минимумов который окажется ложным вот это я вот думаю по рынкам по поводу рубля ну я уже говорил экономика у нас стоит цена на нефть обвалились сейчас идут еще как бы поступление по старым контрактам налоговое поступление половина доходов за нерабочий месяц недополучил федеральный бюджет и после российского опроса который насколько я знаю все равно будет надо будет думать что делать очевидно будет два решения будут наращивать внутренний долг который у нас небольшой и все-таки желающие есть купить облигации если будут условия хорошие конечно и не будут противодействовать ослаблению рубля вот так что я думаю кроме того второй плане года все-таки экспорт начнет как-то оживать это будет не очень хорошо до рубля поэтому давление будет не маленькая и скорее всего до вальваться рубля будет неизбежно вот по поводу цифр я не знаю как и будут цифры ну будут так и мы можем поговорить с вами какие будут цифры но 88 может быть а потом вернется к 85 и все скажут вау ситуация под контролем это же даже не девальвация все стабилизация как всегда у нас люди так существуют тут очень сложно чего-то поймать что-то предсказать я помню в парке культуры имени горького в москве был такой аппарат назывался бульдозер сейчас аппарата бульдозер тоже есть в различные игровые но они совершенно по-другому устроены а это бульдозер был натуральный бульдозер который ездил туда-сюда надо было бросать монетки по-моему 15 копеек могу врать и вот бульдозер совершал небольшие такие движения к тебе и от тебя а в какой-то момент он решительно двигался до тебя и деньги сыпались в лоток и счастливый если счастливец их забирал эти 15 копеечные монетки я бы вам этот бульдозер показал бы но не нашел в яндекс на парт наверное был единичный не нашел яндекс его изображения вот простите меня как предсказать вот как это бульдозер когда он двинется я не знаю но то что он двинется втором полугодии я в общем почти что не сомневаюсь сейчас некие финансовые блогеры топят за крепкий рубль очень может быть только до начала давайте посмотрим что они говорили до этого до этого они продавали по 67 и записывали видео о том что рубль укрепиться так что хотите верить им дальше но верьте мне все равно теперь про коронавирус про коронавирус наткнулся в интернете сейчас немножко эту тему изучаю наткнулся в интернете на различные рассуждения кому нужен коронавирус кому запуск коронавируса уханьский боевой коронавирус тема такая очень такая как в тумане поэтому я не очень люблю сюда потому что очень много информации который нам сбрасывают но тем не менее на канале антигерой мне заинтересовала определенная теория называется теория номер один сейчас смотрите просто небольшую цитаточку вот надеюсь меня антигерой не заблокирует за это я добрый антигерой и ссылочку поставлю теория номер один и тут верхушкой заговора стали магнаты с уолл-стрит на рынках сша случился крупнейший обвал с 1987 года существует версия что вирус опущен крупнейшими держателями этих акций магнаты знают настоящую причину и по факту могут не переживать и теперь нападение не могут скупить акции по дешевке тем самым нарастив свои портфель а когда пандемии закончится котировки акции вернуться к кризисным значения богачи станут еще богаче а те кто запаниковал сбросил годами накопленный актив по низкой тенне станут только беднее ну вот вам теория номер один кто решительно скупал американские акции последних числах марта может быть эти люди искупали до которые запустили все это дело хотя с другой стороны я не сторонник теории номер один я думаю люди которые ими занимаются эмиссии долларов они по-крупному берут им это не нужно вся эта возня в песочнице так что пишите что вы думаете соглашаемся мы с теорией номер один который озвучил канал антигерой вот либо все-таки мы будем держаться в стране теории заговора манипуляции сейчас очень сложно вообще что-то комментировать каждый день то китайский город какой-то с населением 5 миллионов закрылся на карантин на следующий день изобрели антитела вернее смесь из антител в сша которые нейтрализуют ковид и вводят из границы за четыре дня крестьянина куда податься если информации очень много она совершенно разноречивая непонятно для нас вот для нас то что сейчас происходит это некий маркер что люди могут посмотреть что такое реформа здравоохранения к чему она привела ну мы с реформ с различными реформами уже сели в лужу вот ну собственно имитационное государство оно не может время от времени в лужу не садится и сейчас в очередной раз сели в лужу по данным министерства здравоохранения у нас есть все для борьбы с коронавирусом а с другой стороны врачи говорят что больница санкт-петербург к примеру нету аппаратов и выел достаточного количества а полиция с проверяет горши эта информация ложная что и аппаратов полно и вл санкт-петербурге а сколько на губернатор санкт-петербурга сказал нужно покупать эти аппараты и вот иди в среди вот этого среди этой информации иди найди истину где правда вот где правда вот так то есть были конечно можно провести параллели по поводу имитационного государства которое сейчас существует и то что было в ссср в ссср тоже были элементы очков стирательства имитации и кончилось это тем что трещин в металлоконструкцию стало очень много и она просто сложилась потеряла целостность рухнула все-таки для борьбы с коронавирусом нужна настоящая медицина они имитационная вот ну так же как до борьбы с преступностью нужно настоящая милиция а не имитационная полиция скажем хочу привести маленький пример лирический того как начнем разбирать различные акции что но в ссср в ссср да тоже пусть когда я к тебе впервые понял что ссср накроется медным тазом так зримо понял могу рассказать знаем да что преступностью надо бороться и всегда при всех всегда есть а социальные элементы вот нужна реальная борьба а не имитация и вот были тогда народные дружины часто возразили да вот надо было бороться с хулиганами например сидеть за порядками в общественных местах полномочия были широкие у этих народных дружин имели даже право кого-то задержать ну а пряник для народных дружин это да не к отпуску не к отпуску и меня припахали приставлять хотя не был коммунистом он меня припахали при московском метро чтобы я ввел учет этих вот дружинников которые выходили на дежурство за два выходных отгула к отпуску это такая штука такая и вот тогда я вел от учет этих дружинников я понял что все накроется скоро медным тазом почему сидел я в комнатке на станции охотный ряд по-другому называлась там был такой вход очки прямо в комнату около над входом очень похожая комната показана фильме о горе уши скорее всего только там метро курска здесь вот метро вот который сейчас называется охотный ряд вот раньше по-другому называлась но неважно и вот я сидел и поэтому телефончику я обзванил милицейский пункт и узнавал сколько дружинников на дежурстве допустим звонил куда станцию мне говорили ну например какая станция лермонтовская который красные ворота говорю сколько он говорит один дружинник я записывал журнал два дружинника если выходила станции два дружинника целом три или четыре дружинника так не научила некая женщина не на фамилию не скажу чтобы никого не обидеть и получались вот эти гигантские какие-то приписки я это все суммировал столбик звонил дежурному по городу и докладывал что московское метро вышло на дежурство и там очень много дружинников как правило цифру эту принимали но было бывали проблемы когда принципиально дежурный или там проверки он эту цифру не принимал и когда этой ужасной деятельностью имитационной занимался я понял насколько это вся зря не прогнила и что скоро обрушится с грохотом собственно грохот был страшный и кто пережил 91 год помнит что ментов не было два дня на дежурстве вот и иди и выйди к раздеренному народу за копейшую заплату и так далее вот сейчас вот ситуация тоже имитационные моменты они конечно стали давать сбои в частности мы это видим на примере коронавируса поговорим про акции вы наверно говорить андрей почему про акции не говоришь пожалуйста для начала про мои акции аэрофлота только хлебну немножечко чеку многие считают что они слабы как сказать не слабы если посмотреть на котировки американских авиакомпаний например дельта аэрлайнс то они должны стоить не 70 рублей а 55 рублей то есть на минимум года вот а если говорить фундаментально то вопрос очень сложный как оценить что-то фундаментально если сейчас примерно пассажир поток сократился в апреле на 92 процента вот что-то можно оценить что стоит этот гараж оценить машину который который стоит в гараже и не видно что там на стоит это невозможно ценить так чтобы они росли то что они будут расти я в общем не не сомневаюсь и куда я уже говорил но необходимое условие 2 начать полеты и выбить с рынка всех оптимистов что все стали говорить большинство стал говорить что это вот это все это бодяга аэрофлот он никогда не поднимется тут ты пойдет рост два года назад аналитик одного из крупных банков я не хочу никого обижать писал я считаю что плохую аэрофлота уже позади компания операционно крепка эффективно если санкции страны сша не будет компания покажет рост текущая оценка 196 рублей вот а теперь андрей верников сидит сидит сейчас на стуле и говорит аэрофлот вырастет скорее всего до 90 100 рублей нет нет этого не может быть а тогда люди некоторые верили что будет 196 приливая стоимость и покупали акции что сейчас происходит с работам значит нет хороших новостей вернее вот они есть вот победа победа дочка до заболевает полеты с 1 июня но 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 все равно компания не работает самолета очень много законсервирована деконсервированы мы знаем оценки про секторе аэрофлота что компания где-то с середины июля скорее всего возобновит деятельность но все равно ясности нету пассажир поток упал самолета стоят на консервации очень многие а также злые языки говорят что из международного аэропорта шереметьево терминалы е и с много людей уже уволено и нанять новых на это время нужно или обучать старых то есть мгновенно эта система уже не заработает особенно что касается международных полетов вот так что мы сейчас просто ждем когда будет снят навес навес оптимистов быков и вот когда начнут писать что это полная дрянь я извиняюсь повторяюсь начнется русский беспощадный рост плохой сценарий когда мы дойдем до 79 там сопротивление и нам тут по голове хороший сценарий так он который рассчитывается 90-100 когда счется рост мне сложно сказать поэтому никаких причей в в этой акции быть не должно и наверно нужно иметь какой-то резерв резерв для инвестирования да чтобы покупать на нормальных уровнях чтобы цена всегда была конкурентоспособной не так кажется так есть у меня некие общее рассуждение разумеется развитие пандемии идет с опозданием у нас в сша сша и италии вот я звонил другу в италии кстати вот насчет государства социального у нас вроде государство социальное по конституции вот но особо чего-то никому не платит вот в италии другу платят половину заплаты это он в туристическом туристическом секторе платит заплаты вот он получает их начали потихонечку выпускать и насколько на улице уже итальянцев насколько знаю где-то числа с 3 июня очень сильно уже будут выпускать на улицу вот так так что сначала должны увидеть рост по моему американских авиакомпаний все-таки там мы идем с опозданием и через несколько недель уже рост акции аэрофлота ничего страшного нету мы ждем мы ловим большую рыбу для того чтобы поймать большую рыбу нужно запастись терпением и прикормкой и до рыбы и до птичек до всех сам я не являюсь фанатом авиакомпании о чем подробно говорил низкомажинальная отрасль перспективы очень хреновый долгосрочный пример на американских авиалиниях пассажир поток становится примерно 60 процентов только концу года это играет эксперт это не я а полностью только через два с половиной года поэтому только какой-нибудь ловим какой-то игровой момент все начнем летать пойдет наверх все пока были хорошие новости такие по победе были хорошие новости например о том что будет некая поддержка постановление да по которому марта может какие-то денежки получить но во первых сумма очень небольшие ну допустим что такое 7 и 9 миллиардов рублей до аэрофлота поддержка субсидии вот если он терпит убыток 20 миллиардов ежемесячно вот во вторых пока американские компании не будут расти вот у нас тоже ничего не будет расти будет весь сектор выходить наверх как бы синхронно более-менее вот так я думаю что мы так примерно ждем короче мы кормим рыбу ждем по поводу нефти нефти простите управление по информации энергетики сша повысил прогноз по нефти на этот год на 1 доллар то есть 34 доллара по бренду вот это прогноз был во вторник и на второй квартал значит у них тоже интересно что на двадцать первый год у них 48 долларов за баррель вот верите в это вы не верите я не могу сказать а также они понизили прогноз по нефтедобыче в сша на 100 тысяч баррелей до 11 7 об 11 8 миллионов баррелей в день честно говоря я читаю но в нефтяные прогнозы я вообще не верю то есть такой я человек не верующий также вот буквально банк барклайс в пятницу прогноз повысил по нефти тоже на двадцатый год 21 двадцатом году нефть будет 37 долларов за баррель до и двадцать первом году будет 53 доллара имею ввиду бренд здорово до тех кто пережил пережил по легкой нефти минусовые цены это же здорово 53 доллара за баррель еще разочек я не очень верю в несенные цены прогнозы да но тем не менее интересно читать теперь но это мы пропускаем тут еще одни американские банки понаписали всяких прогнозов но голлман сакс например ожидает что будет рост мирового спроса на нефть вот и он будет быстрее чем может ожидать ожидать большинство аналитиков но тем не менее он считает что на лето будет 30 долларов за баррель бренд вот так вот то есть будет быстрее останавливаться на прогноз он не улучшил свой по американскому рынку по нашему рынку я думаю что турбулентность она неизбежна потому что на фоне окончания карантина возобновление экономической деятельности трамп будет думать какие громадные часу получены экономические убытки какая ужасно выходит статистика на кого это все повесить и начнет это все валить на китай будет такая ужасная перепалка в адрес китая например он уже сказал что может разрывать отношения в пятницу белый дом подписал указ запрещающий поставки микросхем компания huawei technologies так что так что эта тема будет развиваться ну и я еще помолчу про то что может быть вторая волна коронавируса после ослабления социальной дистанции так что рынок будет качать и наши американские мне так кажется вот ну надо примириться сейчас будут задачка бегальщики выигрывать не инвесторы потому что в апреле стандарт 500 пока начал ну покатал очень сильный рост месячный самый сильный за несколько десятилетий в мае уже взрос замедлился вот так что нет уже сейчас таких драйверов просто мне кажется что же все заложено в цены что компании возобновят деятельность поэтому будем сейчас смотреть за новостями с одной стороны со уже несколько сообщений создания вакцин антител с другой стороны университет калифорнии объявил об отмене очень занятий в третьей стране администрация лос-анджелеса сообщила что рекомендации оставаться дома будут еще три месяца три месяца представляете три месяца еще рекомендации оставаться дома и так нас будет качать туда-сюда вверх-вниз поговорим про акции сбербанка я к сожалению обидел какого-то инвестора что не про акции сбербанка не поговорил хотя они у меня есть да у меня есть акции сбербанка чистая прибыль сократилась сбербанка за 4 месяца российской отчетности на 21 процент и вот я еще думаю по бизнесу сбербанка думаю что сбербанка будет дефицит качественных заемщиков вот и среди физических лиц и в секторе корпоратов то есть у бизнесменов сейчас появится море обычных мощностей вот я что касается физических лиц тут скредитование тоже будет туго будет расти просроченная задолженность собственно первые звоночки уже были тиньковск банк сказал что просрочка выросла по кредитам 30 процентов и наверное специалисты бербанка себя то думаю так где же нам взять скачано заемщиков то а где же взять там качественных заемщиков стал расти объем кредитов займов просроченных ну вот есть бюро кредитных историй сказала что в апреле на десять процентов просрочка выросла но мы не можем оценить про те проблемы потому что действуют кредитные каникулы и люди еще многие находятся в режиме так называемой самоизоляции почему сама почему они могут выйти если я сам себя упаковал и что идиот я сам себя упаковал да а потом не скажет а почему ты на улице это бред да это не самоизоляция вот условно говоря пока люди не вышли пока им не объявили что извините как бы все лавочка наша закрылась они еще тешат какими-то иллюзиями поэтому думаю что просрочка на самом деле вырастет и вот где вы будет брать сбербанк такие драйверы дороста я не знаю в этом году вот кроме того есть еще факт фактор про который почему-то аналитики не говорят что сбербанк система образующий банк и по просьбе властей он будет участвовать в различных программах которые не очень выгодны например быть кредитовать кого-то там под два процента или под нулевую ставку как человек я да я считался на это правильно до этого собственно сбербанк развивали что в такой момент он оказывал помощь ну вот вот как акционеру я должен сказать что это будет удары по прибыли такие программы когда его будто вежливо просить сделать кто-то или сделал то-то так что я думаю чтобы пока боковая динамика акции продолжится где-нибудь осенью он завязанется вниз там мы купим по более вкусным ценам так указать сопротивление 194 205 скорее все пока 194 актуально покупать сбербанк акции пока нет смысла на их во-первых мало и они куплены по текущим ценам в апреле поэтому сейчас если покупать среднюю покупку это не улучшит зачем покупать в такой ситуации не так кажется вот и когда пойдем пробивать мартовские минимумы по индексам по сбербанкам то наверное вот на панике может быть и купить и надо будет вот хорошо бы чтобы не казалось начало обнуление фондового рынка так это мы сказали это мы сказали при планы а да планы у меня такие наконец-то вышла на связь кира юхтенко и мы делаем совместное видео очень очень скоро с вами то есть их из юхтенко также не забывайте кто хочет оказать помощь моему каналу может это сделать карточка сбербанка в описании ну и всем всем хороших выходных главное что рынок не на месте не стоял а мы уже как-нибудь мы движение будем подковывать не забываем кормить птичек кстати